ЛАМП ГАНГ ЛАМП ГАНГ ЛАМП ГАНГ Ну, а зрители, которые смотрят, ну, не имеют отношения к шоу-бизнесу белорусскому, мы просто вас постараемся развлечь, ребята, как обычно, нашей театральной полуклоунадой, полу-трагедии, верно, Влад? Да, все верно. Будем оценивать, смотреть своим невооруженным взглядом, ну а где-то докапываться, куда же без этого. Понравится, понравится, не понравится, что поделать, старайтесь, двигайтесь дальше, не судите нас строго, все будет хорошо. Я тоже так считаю, все будет нормально, ну где-то если что-то скажем, а то, знаете, был у нас опыт после первого выпуска, я там целый день места себе не находил, из-за реакции на нашу, реакцию других, ну это тоже, наверное, нормально, они среагировали на наш выпуск. Обычное дело. Да, ну мы там где-то поругали, ну нас поругали тоже, ну а что? Где-то по делу, где-то нет. Ну мы все равно, таким образом, говорю, вот этими реакциями, вот нашим просмотром и сегодняшним, и в предыдущие те два выпуска, мы наоборот стараемся привлечь зрителя к белорусской музыке, к белорусским клипам, прорекламировать вас в том числе. Так точно. Поэтому немножко будьте благодарны, как бы там ни было нам. Где-то да, а в целом мы делаем это для того, чтобы белорусская культура в принципе развивалась, чтобы она двигалась дальше, потому что заинтересованы в этом все абсолютно, вот. И наша цель именно поспособствовать этому как-то, повеселиться и отдохнуть и открыть для себя что-то новое в первую очередь. Вот я, допустим, те клипы, которые подготовил Влад, это подборка клипов от Владислава снова же. Я буду их видеть, ну я думаю, практически все вообще впервые. Тут от меня, наверное, будет какая-то определенная реакция. Ну, поэтому да, в общем-то. Ну, ребята, всем зрителям, во-первых, еще раз всем привет, спасибо вам большое, что смотрите. Даже вот такие форматы необычные, где мы не какую-то там тему обсуждаем, а просто смотрим клипы, как мы с Настей смотрели. Клипы корейские. Тут мы смотрим с Владом клипы белорусские. И спасибо вам большое, что смотрите. Передаю всем привет без исключения всем нашим друзьям из Белоруссии, всем нашим друзьям из России, Украины, Польши, других стран. Я уже знаю, там с Норвегии могу кое-кому привет передать. Приветик. Вот. Ну там, да. Есть у нас одна путешественница, которая сейчас в Норвегии. Если смотришь, передаю тебе привет тоже. Так что, ребята, всем привет. И, пожалуй, не будем забалтываться, поговорим еще о чем-то в процессе, а начнем смотреть. Да, я думаю, пришло время ознакомиться с плейлистом. Опять же, ребята, я хочу сделать ремарку. Клипы, да, подбираю я. Каким-то глазом смотрю, клип это или нет. Потому что много, так сказать, уязвимых артистов уже жаловались нам на то, что мы брали вроде как не клипы, мут всякие видео. Да, да, да. Поэтому, не обижайтесь, если ваш клип не был взят в рубрику. Возможно, там слишком жесткая музыка, которую тяжело слушать, откровенно говоря. Никому не хочу ничего сказать во вред. Но, тем не менее, фильтр все-таки какой-то у нас присутствует. И если вы хотите, чтобы мы посмотрели, так сказать, ваши клипы в последующем, неизвестно, когда это будет, сразу вам говорим, можете присылать их нам. Да, присылайте, конечно же. Уже мне там кое-что, ну, не то чтобы присылали, а были отзывы определенные. Ну, и с намеком, что смотрите наши клипы еще там. Это приятно тоже. Ну, ты, Влад, сейчас так вот заявил об этом всем, как будто мы, знаешь, серьезные такие собрались к критике, у которых там много тысяч просмотров и много тысяч подписчиков. Но это не так, к сожалению, а, может быть, и к счастью, потому что мы андеграунд, мы работаем в андеграунде. Ну, все равно, все, что сказал Влад, ребята, имейте в виду по тому, что мы все равно, ну, как-то выборочно, да, Влад подходил. И обо что мы смотреть не будем. Как он, я тебе, Вольского тогда не прощу никогда этот клип. Кто же мне клип? А это, как и Дуся... Совсем можно, Вольского? Да, совсем, да. Леон, что я там тебе наговорил? Слушай, это роль играл определенную. Я же иногда бываю как клоун. А как я, Дуся Шукшина, да? А, да. Да, там тоже. Что вы посмотрели на мой клип, если это не клип вообще, это муд. А мы такие говорим, слушай, твое муд-видео получше, чем некоторые клипы, которые люди называют клипами. Да, это действительно так. Поэтому, ну, мы тоже имеем право на свое мнение считать клип это или не клип, как бы там ни было. Влад, предлагаю начать. Да. Так, первое мы смотрим. Ты говоришь, время пришло, а тут время прошло. Это группа называется «Время прошло» или это... Нет, группа, получается, Синея, как я понимаю. Синея. Да. И песня «Время прошло». Время прошло. Что ж, время просмотра пошло? Пошло. Ну, говорю, этот чел мне сразу напомнил какого-то Райана Гослинга. Да, есть такое. В наших тут каких-то реалиях Минск, наверное, да? Это Минск? Скорее всего, да. Я, если честно, уже не помню. Подборка, знаешь, уже давно подбиралась там. Добавлял некоторых потихоньку. Время прошло, без улицы постарели, брошенные домами, лежат на дорогах дети. Снято киношное. Нормально. Ну да, постарались. Смотрим мы, не верим. Как нас сюда занесло. Возможно, знаешь, сразу скажи, что по видеоряду немного настроения скачет туда-сюда. Я скажу вот что. Его очень много показывают. Да, да. Ладно, хоть в разные локации. И, ну, действительно, тут, смотри, что не кадр, он в разных локациях находится. Ну, постоянно он один. Да, да. И, ну, наверное, человек себя любит. Скорее всего. А что? Ну, это хорошо. Может, мы опять наткнулись на мут-видео? Не, ну, может быть. Но киношное мут-видео. О, собака, наконец-таки, показали. А так вот человек... Не хватает сюжета. Критично не хватает сюжета. А кадры некоторые зачетные. Вот, вот этот кадр был хороший, где он идет. Киношное. Ну, слишком много чувака, я тебе говорю. Да, да. Одного. Ну, собака, там, птица какая-то, лока, ну, и все. И непонятно, что с ним происходит, на самом-то деле. Нету какой-то предыстории, намеков. Ну, ты знаешь, на самом деле, вот, да, его много, но мне нравится такая вот съемка видео, где вот ты смотри, ты вот видишь вот видеокадр, и это как фотка. Да, да. Я люблю вот такой стиль, где кадр идет, как вот фотография. Можно сделать скрин, и все. Что там было? Не уходи безропотно во тьму, будь яростнее перед... Не увидел? Не дай погаснуть свету своему, Хоть мудрый знает, не осилишь тьму. Во мгле словами не зажжешь лучей, Не уходи безропотно во тьму. Не дай погаснуть свету своему. Ну, об этом... Ну, шрифт очень мелкий, и такое... Тяжело читать, да. Это что-то очень личное, что-то такое. Вот ты даже зачитал, да, тоже постарался поэтично зачитать, а мне, ну, как-то надо будет пересмотреть, чтобы понять вообще, о чем речь. Не уходи, что-то вать, вот такое, знаешь. Понимаешь, такая лирика, которая немного кажется пустоватой, но почему кажется пустоватой? Потому что это твое очень личное. А мы, кто тут так увидели, а это личное, это надо ценить и уважать. Отсутствует сюжет, бэкграунд, пояснение вот это вот в конце, я считаю, лишнее. Но кадры хорошие. Кадры очень хорошие, постарались. Вот этот вот стиль, говорю, который, как вот фото. Кадр, фото, но в движении. Да, да, да. Где он идёт, прикольно. Песня, ну... Да, да, соглашусь. Такой лаунж какой-то такой, домашний. Но Синея всего хорошего. Да, нормально. Продвижение, удачи. Ждём с нетерпением новой работы. А эта работа насколько свежая, что мы посмотрели? По-моему, я добавлял это в мае. Насколько я правильно помню. Ну, а релиз клипа, ты не знаешь, когда был? Нет, я забыл посмотреть. Сейчас. Смотри, вот, снято, да? По-моему, тоже в мае. Вот, слушай. На что интересно снято? Вот, если вы, ребята, или ты там посмотришь вот наше обсуждение сегодняшнее, наши реакции, напиши, пожалуйста, где-нибудь в комментах, если не затруднит, конечно. На что снято? Я предполагаю на телефон. Ну, блин, наверное, на какой-то самый крутой айфон. Вряд ли на телефон, потому что там фокусное расстояние есть. Либо это обработано искусственным интеллектом, я не знаю. Ну, в принципе, очень интересно узнать, да. Да, напиши, пожалуйста, в комментах, на что снято. Это нам с профессиональной, с рабочей точки зрения интересно. Смотрим следующий клип. Следующий клип. Знак стоп. Опять английский. Знайду. Знайду. Английский, я знаю, тебе не нравится название. Ну, я не знаю. Владислав настолько про это запаривается, что даже когда пишет кому-то, вот, посмотри, моё сторис, да, или что-то. Он сторис пишет английским языком. То есть, надо, чтобы если английское, англоязычное какое-то, ну, жаргон или что-то, чтобы это было написано на английском, вот так. Да. И стиле музыки тоже. Да. Не люблю англицизмы, честно говоря. Вот. Стараюсь даже stories. Замеченные истории. Да, да. Истории, да. Да. Не забывайте родные языки, товарищи. Вот. Добавляйте поменьше слов английских паразитов. Ну, Влад, это дух времени. Дух времени куда тянешь. Да. Можно этому как-то противостоять, но это лучше самому вот с этим работать. Ну, и как-то можно, да, в кругу друзей говорить, ну, так вот это самое. Может, кому-то. Я говорю, что от тебя в плане английского немного нахваталось. Я тебе говорю, произношение. У меня теперь какое-то, когда, ну, вот почему я говорю, не underground, а underground. Там, да, ну, чтобы правильно так звучало, так как слово англоязычное, чтобы звучало как английский. Да, да. Мне даже язык сейчас не поворачивается сказать underground. Мне хочется сказать underground. А еще знаешь... Ну, пиздец. А еще знаешь, есть такая тенденция, что многие люди, вот они вот эти вот слова, привнесенные с английского в русский, да, или в другие языки, они их, когда вот начинают изучать, соответственно, английский, да, у них даже вот произношение уже искаженное из-за вот этой привычки, вот, и когда людям начинаешь объяснять, как реально слово произносится, у них глубокий шок. Ну, потому что привыкли колхозно произносить неправильно. Ну, с какой-то стороны, как знаешь, как ты говоришь, дух времени, куда денешься, вот. В основном это привносит молодое поколение, вот, а там лишь бы, знаешь, сказать, поэтому... Ну, вот Влад не ерунду говорит, это толковая вещь, потому что он сам, у него образование, как он, как переводчик, знает английский, то есть это вам совет и комментарии практически от профессионала. Ладно, смотрим следующий клип, второй. Да, знак стоп, знайду, поехали. Поехали. Кто там жаловался, что рэпа нету? Пожалуйста, ради вас все. Ну, вот, это еще не рэп. Такой инди-рэп, наверное. Щиточка, да, пошла. По-своему делаю. Я бы это назвал бы, ну, это не рэп, а это такой пост-RNB белорусского разлива такого, потому что он, то видишь, поет, потом зачитает, это как RNB, но это такой... Инди-пост-RNB. Да, мешанка какая-то есть. Но я тебе скажу, это надо послушать, будет на нормальном звуке. Мне вот звук дешевый, ну, такое. Ну, скорее всего, из ноутбука мало что понятно. Ну, очень такое сведение, мастеринг простой такой. Скорее всего, с собственного производства. Да, ну, тут надо текст слушать, тут на это направлено. Интересно, наверное, а не парень и девушка. Как ты думаешь? Вот это девчонка и пацан. Определенно... Ну, что-то... Что-то есть. И было, может быть, да? Как это бывает. Да, да, да. Как у Лизы Джеррарда с Брэндоном Перри. Любил вспоминать Dead Condens. У них было, но они остались в творческом плане вместе. Ну, кто знает, может, мы сейчас смотрим на юных Dead Condens. А кто его знает? Да, да, да. Не стоит сбрасывать со счета. Да, молодые еще, да, ребята. Теперь можно отчуть в распале к этой ночи. Распач, якую не принесусь. Все неоткрытые, высоко. То, что ранее выпивало с колеины. Зараз немая истотного сенсу. Важная причина колея зарастут не в своей Украине. Фокус собранный у тем самым месты. А почему стала черно-белая? Для чего? На вождь. Или на вождь. Чтоб нам грустно стало. А что сдарилось, я его здесь не разумею? Почему? Я таксан. А белая? Знаешь, если бы это сюжетно как-то показали, тогда было бы понятнее. Знаешь, тут я немного не понял. Вот смотри, она, да, она сначала за синтом, они как, типа, сначала находила, потом, как это, потом тут обратно какая-то история сложных отношений, что она уходит от него. Гордая и независимая. Мадам идет по рельсовым путям. Всем читайте Анну Каренину. Да. Как знаете, знаете, с чего начинается роман Анны Каренина? Первое предложение. Каждая, все семьи счастливы одинаково, каждая семья несчастна по-своему. Первое предложение Анны Каренина. Вот и я не знал разом. И он ее изнашал. Шим Сенс, я вас не разумею. А вот, вот я на его. Побачь, вот. Фотка неплохая. Побачь, побачь. Ну, короче, мне песня не понравилась. Единственное, могу сказать, что по вокалу нравится парень. Да, он видит, что он запевает, то зачитывает. Ну, какой-то свой, да, ищет такой стиль. Но я чувствую, что это еще поиск. Это очень, я извиняюсь тоже, но сыроватый материал, говорю, по звуку. Текст, ну, надо вслушиваться еще, снова же это белорусский, нужно, мне все-таки надо переключить. Ну, я все понимаю, но, чтобы воспринимать. Не, просто рэп сложно воспринимать, на самом деле. Мне, честно скажу, никому не в обиду. Ну, тут такое, как бы, непонятно. Хотя, довольно популярные ребята. Ты еще про... Ставим лайк. А, надо всем лайк ставить. А, конечно, всем лайк, да. Так. Ребята, поддерживаем. Всех, кого смотрим, первому клипу потом я поставлю. В общем, развивайтесь. Интересно было глянуть. Но, опять же, за критику извините. Так, смотрим третий клип. Это мини-маркет, который у нас недавно в Витебске выступали. Да, при том выступили так, что рассказывали. Какие-то проблемы были, да, Врага? Милиция? Где-то были няни. Нам это Инга рассказывала. Да, что-то она же рассказывала, когда мы ходили. Да, да, да. Инга Багинская. Это хозяйка места, где мини-маркет, выступали. И она что-то там, да, заикнулась, что какие-то траблы были. Ну что ж, приобщимся к молодежной культуре? Да, я эту группу не слышал. Не знаю. Ну, знаю, что только выступали. Ну, Настя туда сестра ходила. Мини-маркет. Джин Доусон. Песня называется. Что ж, посмотрим. Тут, смотри, почти пять тысяч просмотров. Лайк поставим, когда посмотрим. Так. Погнали? Да, давай. Снято в квадрат. Такой так. Ну ладно, нормально. Название мне группы не очень нравится. Странное название. Да, какое-то безудейное, наверное. Оно полностью пустое. Это то же самое, что группу назвать Евроопт. Ну, слушай, если бы как раньше не будет. Если бы у нас была панк-группа с тобой, мы бы назвали Евроопт. Да, кстати. Что? Ну, нормально. Ну, панку можно. Так, мне клип нравится уже. Я вижу, снято очень хорошо. Мы поедем в Крым на машине. Я буду в кожаной куртке, а ты в мамином свитере. Ты что, в Берлин, что ли? Кто знает. Или Варшава. Продюсирует, наверное, кто-то. Клип очень хороший. Не важно, что будет дальше, я уже говорю, клип классный. Он синхронизируется с музычкой. Интересно смотреть, приятно. Очень затянуто здесь. Очень, очень затянуто. Маленький косячок такой. Вот вокал, знаешь, так по ушам немного. Сталла рту, а попиваются. Это будет тоже взять, как бы давно не пил. Ну, вот как куплеты поет спокойно, то есть нормально. А вот это вот припеве, конечно, по ушам, да, да. Такое, рисковато, рисковато. Да, ну да, да. Ну, мне нравилось. Будвайзер там. Ну, это где-то в Польше, что ли, снято, не знаю. О, тиктоник немножко, немножко тиктоника такого, новой школы. Хоп. Ну, знаешь, такой приятный летний вайп такой, уличная жизнь такая, урбан стайл. Нормально, мне нравится. Я даже, может, песню потом переслушаю. Вообще-то, поближе с группой познакомлюсь. Если вы снимаете такие неплохие клипы, то... Не, песня неплохая, но припев это пиздец. Ну, не то, что... Ну, я бы не сказал, что там сильно как-то, ну, просто рисковато звучит. Да, выделяется и как-то... Немного противно слушать. А он там пальмы, слышь, пальмы, а где ты... Вот куплеты, то есть все споршо. В Варклаве или где-то. Возможно. А может, в описании посмотрю. Ват, скажи пока, что ты думаешь, я посмотрю в описании. По песне, что я могу сказать, что куплеты поются, ну, нормально, то есть хорошо, ну, спокойно, все. Припев, ну, чересчур уже как-то резко, не знаю. Возможно, надо поработать как-то над вокалом или подачей. Но, может, это такой прикол какой-то. Ну, вообще, ну, моднява. Моднява, да. Моднява, да. Песня в целом моднява, да и припев такой моднявый, но он просто немножко вырезается из общей структуры. Ну, а по крипу я могу сказать, что, знаешь, снято, конечно, качественно все, добротно, прикольно, вот. Идею я не понял, то есть как-то... Я тебе объясню идею. Просто летний такой вайп, друзья тусуются, ну, показать стилек, ну, стилек у всех есть. Локации тоже нормальные, вот этот урбан стайл, ну, мне понравилось. Я говорю, такого не любитель. Хоть песню я говорю, я переслушаю. И вообще с группой поближе познакомлюсь. Что такое Джин Толсон? И вопрос остается открытым. Да. И почему мини-маркет? Вы думали, может, когда начинали, тоже хотели панк-группу создать? А перешли на такой поп-панк-рок? Ну, от панка тут тоже что-то, кстати, есть, чуть-чуть. Есть. Ну, мне показалось такое, ну, если сделать аранжировку в панке, это может звучать и как панк. Ну, ладно, ты со мной не согласен. Сложно сказать, надо пробовать. А просто, понимаешь, подачи не подходят под панк, это то есть не панк. Ну, как я к нему привык, наверное. Да. Панк же тоже разный бывает. Может, как на пост-панк какой-то нами всеми уже надоедены. Короче, в целом нам понравилось. Да, понравилось. Лайки я поставил, ребята. У вас и так нормально лайков. Развивайтесь, удачи вам. Ждем нового материала. Обязательно. Ну, еще раз говорю, я с группой поближе ознакомлюсь. Видишь, они выступали у нас. Я... Ого, слышишь? Сейчас мы будем смотреть Полина. У которой 182 тысячи просмотров. Ну, выложено один год назад. А кто-то... Это Полина Республика, что ли? Вроде... Да, да, да. А, ну тогда все понятно. Ну, что ж, посмотрим. Это раскрученная белорусская такая певица-исполнительница. Раньше была... Ну, если я так понимаю, вроде она просто была Полина Республика, а потом стала просто Полина. Так ли это, мы сейчас узнаем. Как она выглядит, я помню. Смотрим клип, называется «Месяц». У нашей белорусской певицы Леры Яскевич, которую мы смотрели в прошлый раз, в последнем клипе. Тоже есть клип «Месяц», там я напевал, мне понадобился месяц, чтобы выкинуть тебя из своей головы месяц. И она с этой песней победила в Ягер Мьюзик Эворд, который, ну, белорусский, ну, короче, белорусская премия такая. Никто не услышал. Ягер, или как она, Мьюзик Эворд. Я тебя потом скину. Ну, это, кстати, ну, такая, как по мне, самая важная премия музыкальная белорусская в белорусском таком инди-андеграунде. Вот там Денис наш элементарь, я тоже принимал участие, который Нордсайд. Вот, я за него там голосовал, он, ну, такой у него, наверное, хип-хоп какой-то он там предлагал, релиз. Вот, и Лера Яскевич тогда заняла первое место, получила с песней, вот, «Месяц». Ну, это было годы, наверное, четыре назад. Ну, времена, да. Да. Ну что, смотрим по Алину. Поехали. «Месяц». Это «Корк», наверное, «Навигатор» или что это. Да, это «Полина Республика». Это она. Раньше она просто на гитаре там играла, а тут у нее уже, видишь... Западло. Киношная тоже. Ну, это как лайв-выступление, получается. Там, по-моему, даже было написано. Но я взял, потому что выглядит как крип. Красиво обставлена, со вкусом. Вот, лампа с этим торшером сочетается с ее платьем очень. Ну, такой винтаж, чуть-чуть арт-деко. Да и музыка, вот, подходит тоже такой, как немножко ретро отдает такой... Вон, какие там, видишь, цветы. Ну, все круто сделано, да. О, Локи. Ты знаешь, наверное, в каком-то снято, блин, лофте или каршеринге каком-то. Ну, вряд ли они специально все так обставляли. Это какое-то место уже, ну, типа, готовое, где люди отдыхают. Ну, хреново знают, мне так кажется. Просто, если б я делал какой-то каршеринг, фу, блядь, не каршеринг, юб твою мать, а этот... Где люди приходят там работать и... Ладно, забыл. Ну, такое место, куда человек может прийти, какой-нибудь айтишник, посидеть, поработать в нормальной обстановке, такое развивается. Каршеринг – это машины, где арендуют. Вот, а этот... Ко-коуч... Ладно, посмотрим клип. Смотреть тут особо нечего. Ну, в смысле, красиво, но ничего не показывают. Ну, как лайв такой, да. Ну, это лайв видео, да. Там, по-моему, даже было написано, я, честно, уже не помню. Ну, ладно, нам наручники не оденут за просмотры клипы «Пали на республике». Так а к нам какие проблемы? Так она, может, и на гент уже какой-то. Молчание – знак согласия. Ну, что ты скажешь? Да надо пойти дверь посмотреть, там, может, стоит уже, как ты его знаешь. Звонка в Олоде не было, стука не было, ну, может, через балкон полезут. Что я могу... Да, это видишь, лайв-видео. Ну, видео интересное, я бы сказал, что это даже как по клипу снято, но, тем не менее, съемка интересная. Ставим лайк. Да, да, но единственное, что я могу про Полину сказать с «Республику», что я как-то просто вспомнил, знаешь, заинтересовался, зашел, посмотрел. А что у нее вообще сейчас происходит? Оказывается, у нее одни кавера. Ну, это же был не кавер. Нет, это был не кавер. А в смысле, когда она выступает на сцене, ты имеешь... Нет, 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 именно вот всякие клипы, там, все это, все там клипы на кавера какие-то, понимаешь? А-а-а. И мне это удивило. И что это значит? Я не знаю. Почему так? Я не понимаю, почему такая политика у человека, потому что, ну... Республиканская какая-то. Ну, да. По-моему, мне кажется, она такого статуса, что может себе позволить и собственные песни записывать. Да запросто. Снимать по них клипы. Ну, блин, Полину Республику знают все. Честно говоря, я не понимаю просто этого подхода вообще. Ну, я не могу тут комментировать. Я примерно понял, о чем ты говоришь. Ну, если это я правильно понял, мне это тоже не нравится совсем. Полина Республика должна записывать, блин, свои там синглы и альбомы выпускать. Вот, ну, в таком, типа, даже стиле. Ну, мне песня... Ну, песня тоже такая, как бы, моднявая. Но, откровенно говоря, я вот такой белорусский не сильно люблю. Я не могу это сейчас так объяснить. Вот с... Не нравится, как звучит? Она тут вот эти вот фишки белорусские, вот где-то эти призвуки, обертоны, вот эта мягкость вот эту, она это выпячивает. Ну, специально хочет подчеркнуть эту белорусскость. Вот я что, вот, понимаешь, вот такую. Это, ну, тепло звучит, немножко по-польски так. Ага. Ну, мне больше нравится белорусский, который чистый такой, более школьный. Ну, когда он чисто звучит. Без вот этой японскости. Сейчас немного может встануть в ее защиту. Возможно, у нее просто такая интонация или, может, дикция такая просто у человека, ну, от природы, поэтому... Да, запросто. А может, да, ничего ты не выпячиваешь. И я ошибаюсь. Может, у тебя просто оно само выпячивается вот так. Ну, это хорошо. А кому-то это, наоборот, нравится. Вот, о, вот она, да, скажет. Звучит действительно, как белорусский. Ну, по песне я могу сказать, что она, знаешь, немножечко безразвития, что ли. Ну, песня пустая. Мне вот минус понравился. Минус, да, но он какой-то тоже безразвития, то есть такое, знаешь. Ну, что-то, да, отыграло. Ну, понравилась локация, как ты выглядишь тоже. Вот это вот платье, макияж, локация, этот синт тоже в тему. Ну, такое, немножко, знаешь, под 80. Просто можно было, знаешь, вот в таких ситуациях, говорю, что, блин, так можно было сделать там побольше из него там, выжить. Можно было, да. И вокалом. Ну, обычно, знаешь, когда вот такие вот однообразные мелодии делают, обычно делают упор на то, чтобы развивать песню посредством вокала. То есть вокал меняется, структура вокала, вот. А здесь этого, ну, я не заметил. То есть есть четкое распределение. То есть куплет, припев, куплет, припев, а музыка, она как бы не меняется. Ну, там, но мне минус понравился. Он такой там синт и вот такой биток такой прикольный. Хотя, может, опять же, скидка, что с ноутбука смотрят, кто его знает. Ну, да. Так, смотрим следующий клип. Там лайк Полина поставили, не беспокойся. Значит, группа Freelight «Я болен» 2019 года. Что-то рок? Это эти, помнишь, вспоминали про группу с Полоцка с тобой. А-а-а. И я вспомнил, нашел, думаю, дай посмотрю, что парней. Вот, а у них тут клип. Подожди, а у них на английском песни были еще? А, может быть. Ну, ладно, давайте посмотрим клип. Песня называется «Я болен». Чем? Давайте ознакомимся. Любовью, наверное, как всегда. Во мне пожар Знаешь, по стильку что-то битва вот напоминает, ну вот. Отдаленно. Ну, я бы не сказал. Ну, я имею в виду вот внешность, по внешности. А, по внешности, да? Ну, этот Лёва или как? Шура это или Шура вокалист? Да, да, Лёва, Лёва. Который вокалист. Лёва вокалист. А Шура, по-моему, или наоборот. О, вот тоже вопрос. Что-то ты меня вогнал в это, в сомнение. Слушай, я себя сам в сомнение загнал. Ребята, как зовут вокалиста Би-2? Тут у нас чёрт попутал. Лёва, по-моему. А Шура – блондинщик-гитарист. По-моему, да. Ну, вот Лёва у меня молодого он напомнил. Если это Лёва. Хоть ты сейчас в интернет, полезь. Так у тебя под рукой ещё, кто-то, знаешь. Попозоримся сейчас. Всё-таки Би-2 – это тоже белорусы. Мы должны знать. Ну, да, Шура и Лёва. А Лёва, вот, короче, Лёва, вот, молодого Лёва напоминает. О, да. Лёва Би-2. Мне нравится, как вот у Би-2. Знаешь, не какой-нибудь Борис Гребенщиков, хоть Борис Гребенщиков у него никто уже БГ есть. А тут просто имена у них. Лёва и Шура. Всё, так их и знают. Или как Глеб и Вадим Самуиловы. Или там Юрий Шевчук и Виктор Цой. А тут Лёва и Шура. Всё, тоже свой стиль. Ну, да. Так, что я могу сказать по клипу? Смотреть тут нечего, но песня неплохая. Мне гитары нравятся. Окей, гитарки немного в стиле пост-рока такого, знаешь, затяжные такие. По вокалу тоже нормально. Ну, песня прикольная. Песня, да, прикольная. А по клипу, да. Да, ну, видишь, Лёва этот, так называемый, выкладывается. Это нормально, на сцене это выглядит, я думаю, круто. Но как клип, это, ну, просто вот запись в студии, знаешь, исполняют песню. Но как вот мы смотрели, помнишь, этих, жёлто-чёрный этот клип, который нам не понравился, и песня эта. Ну, там тоже вот, тоже в студии, ну, ты помнишь, да? С зоотехникам привет. А, да-да-да-да-да-да-да, это скандальный клип. Влад, ты дошёл зоотехника? Да. Чтобы анализ дали всем, кто из нас, кто. Ладно, не буду продолжать эту тему, кто меня понесёт сейчас вообще на зоотехнические эти темы. Короче, песня понравилась, клип не понравился, потому что это не клип, а просто, ну, такая запись. Я бы сказал, знаешь, может, это как такой клип, сделанный для того, чтобы показывать всяким концертмейстерам, что могут. Да, что у ребят выкладываются, неплохие песни сочиняют, вокалист, ну, прикольно. Довольно выглядят нормально. Не, ну, уважение, что он, в принципе-то, есть. То есть, уже хорошо. Ставим лайк. Ну, для наших реалий довольно популярный. Да. Давай дальше смотреть. Влад мне решил душу порвать сейчас. Этому клипу и песне я ставлю... Однозначный лайк. Лайк и высокую очень оценку, хоть оценки не ставлю. Предыстория. Когда я делал подборку, наткнулся на этот клип, вот, настолько меня это волгнало в ностальгические мысли, что... Не про Советский Советский Советский, опять же, а в свои какие-то такие, такую атмосферу. Осеннюю, да. Осеннюю. Парк Балаколия. Да. Что в очередной раз, как мы собрали с Ильей, я ему говорю, слушай, я тебе сейчас покажу песню, которая тебе душу порвет. Вот. Так и случилось, ты не ошибся. И нам это порвал. Короче, сейчас нам всем будет рвать душу, и вам тоже. Все, я даже так молча посмотрю. Не хочу ничего говорить. Девушка какая вот. Она сама, как знаешь, такая, как ностальгия. Вот как она вот. Все вы или новостью этой разметаны. Возглядит глупо все, что мы делали. Я так и знала, и теперь смей держать не могу. Я это то, что я видел. Я это то, что я помню. Я это то, что я слышал сам. Знаешь, у меня такая сейчас родилась фантазия. Хочете, конечно, посмотреть и послушать, но очень странная фантазия родилась. Что это как бы моя или твоя мама. Еще до того, как тебя или меня родила. Вот как раз то, ну, снято как вот то время, да. Вот. И мама, у которой тоже, вот мы же про наших матерей, ну, слишком не знаем о их юношеских переживаниях. Там, ну, это в отношениях. Вот это вот все, понимаешь. Еще до того, как мы появились на свет. И вот тут вот, как такой, знаешь, осенний парк каких-то девяностых, там, или восьмидесятых, вот такое. И это как будто было до того, как еще мы появились. Но это нас касается, как будто, ну, говорю, ну, такая у меня фантазия. Это моя мама. До того, когда она была юная, до того, как меня родила или тебя. Да. Ну, такой вайб. И у меня вот тоже это окунает, вот, с начала до девяностое, да. Девушка прекрасная. И поет приятно, и артистизм. Красивая, артистизм. Все. Тут вот бас-гитарист, ударка. Ну, и эти... Ай, да. А вот видишь, там еще всякие пятнышки, да. Тоже вопрос Союзу. На что снято, ребята? Напишите. Вот, пожалуйста. Мы вас, конечно, мы вам поставили лайк. Уже вроде бы. Я там еще не глядя поставил. Напишите, на что так прикольно снято. Это чем-то мне напоминает Супер-8. Это что-то вроде Супер-8. Какая-то... Ну, это пленочная камера, видимо. Может, это какая-то советская цветная пленка. Либо очень мастерская обработка цифровой съемки. Ну, это мастерски сделано. Что вот под такой, ну, винтаж конкретный. Вот, девяностые такие, знаете, после распада Советского Союза, вот такое, ну, что-то, знаешь, такая, ну, не понять, что вообще. Но все равно есть любовь, есть дружба, есть романтика, несмотря ни на что. Вот какая музыка приятно. Песня очень глубокая и очень грустная. Девушка очень нравится. Да, Влад, за эту песню и за этот клип тебе большое спасибо. Такое я очень люблю. Я Владу тогда, когда я посмотрел этот клип, написал, что мне немножко эта группа напомнила. Была такая белорусская группа Ирис-7. Ирис-7, да, вроде я говорил. Ну, короче, этой группы уже давным-давно нету, но там такие песни были, это Минская группа, тоже что-то джазовое там, ну, не что-то даже, а там такую полу, ну, такой как джаз-рок, легкий инди-джаз-рок и женский вокал приятный. Потом вот, когда мы допишем эфир, я тебе включу одну песню, там «Две звезды» называется. Мне тоже душу рвет. Короче, самый высший балл ставлю и за клип, и за песню, и за этот вайп, и за эти фантазии, которые у меня родились от просмотра этого клипа. О, ну, получается, даже не участница группы. Ажай. Ну, потом глянем. А шо это? Нет, это не она или это она? Ну, по крайней мере, похоже. А кто это такая? Ну, это она или не она? Какой-то бред. Ну, она говорит про нее как музыканта, поэтому, может... Ну, всего, смотри, меньше тысячи просмотров. Скорее всего, это она. Я потом это посмотрю. Интересно. Да, интересно. В Америке или... Оставь, может, тогда и ссылку для других. Да, я потом скину. Влад, ну, ты что-нибудь хочешь добавить? Хочу добавить, я хочу видеть больше такого. Если вы хотите в эту ностальгию, вот такая должна быть ностальгия. А не в этот постпанк ебаный. Ладно, не обижай, это постпанк. Постпанк разный бывает. Так, о чудо, мы сейчас будем смотреть новую работу Плененной Воли. Это ж новый клип. Да. И 55 тысяч просмотров, ребята. Нам прошлый клип этого проекта очень понравился. Там про этого грустного короля. Ну, надо заценить. Новый, да, привет тебе. Спасибо, что ты вышел на контакт. Тоже это очень приятно было получить отзыв. И побольше, да, ребята, от кого мы смотрим, пишите. Спасибо, что прислал работу. Облегчил нам, так сказать, задачу. Задачу, да, с удовольствием посмотрим. И всем тоже порекомендуем ознакомиться с своим проектом. Итак, поехали. Пленная воля. Маяк. О, вот это вот уже, да. Я превьюху видел с вот этой девушкой. Вот тут уже узнаваемый, да, пошел стиль. А то начало какое-то было так. Ну, и вот это вот тут. Ну, простовато это. Но тут уже все пошло как надо. Тоже такая, знаешь, у него тема вот королей, рыцарей каких-то. У него, видишь, как кольчуга майка такая, цепи. Вот он такое любит, наверное. Здесь, наверное, какая-то уже религиозная пошла тема, да? Надо прислушиваться, присматриваться. Я выбираю свой курс, я отпускаю свой страх, и отплываю. Солнечный свет освещает мой путь. В свете святой маяк. Время рвать якоря, я поднимаю свой флаг. Я капитан моего корабля. Короче, текст, как и в прошлый раз, текст хорошей песни. Это чувствуется, что это зрелый человек. Написал. Бывалый человек, который устремлен вперед. Вот. Понимая, что будут какие-то преграды, будут проблемы, но он выбирает путь движения. Отпускаю свой страх, и отплываю. Солнечный свет освещает мой путь. В свете святой маяк. На собой свет, получается, отражает, да? Ну, я не слишком понимаю. Вот. Проблема в том, что... Прошлый клип, да, я понимал все отсылки. То есть там все было очень логично. А вот здесь я теряюсь, если честно. Как-то... Ну, если несколько раз посмотреть, может что-то... Где я? Что будет просто, но я верю в себя. Ай, солнечный свет освещает мой путь. Светит цветной маяк. Время рвать я горяк. Я поднимаю свой мак. Я капитан моего корабля. Символизирует, наверное, зло или... Вот, если на нее присмотреться, у нее тоже какие-то виды... Ну, что-то, да. ...разводы есть, да. Поэтому вообще непонятно. По клипу я могу сказать, что слишком много человека, который поет. Вот, и слишком много становится непонятно, то есть, к чему он появляется. То есть, если в предыдущем клипе он как бы был действующим лицом, вот, а здесь он как бы, ну, тоже действующее лицо, но как-то теряешься. Теряешься, то есть... Ну, видишь, он просто... Слушай, мы на самом деле просто можем рассуждать о задумке этого клипа. Ты можешь думать, что мы какие-то тут глупости говорим. Ну, мы имеем право тоже порассуждать, да. Мне показалось, что вот он, который поет, это он сам. А вот эта женщина в белом и вот этот вампир, это какие-то процессы, которые происходят у него внутри. Вот. Он изображает, как поет, просто себя, вот он, какой он есть. Вот с этими, ну, как действующее лицо главное. А это вот какие-то, знаешь, внутренние процессы. И там надо присматриваться, ну, вот, на все эти их жесты, вот, и прочее. А это, знаешь, что... Немножко отойдя от темы. Начал тут смотреть очень длинный фильм старый. Называется Король рыбак. Не буду пересказывать сюжет и прочее там. А человек к чему... Подожди. О-о-о... А человек это вообще вспомнил. А-а-а! Так там вот... Вторая там жена главного героя. Говорит. Я так просто вспомнил, когда смотрел. Говорит. Вот говорят, что мужчина создан по образу Бога. Что Бог создал мужчину по своему образу. Нет, это неправда. Я так не считаю. А там женщина деловая такая. У нее свой салон видеопроката там. А этот пьет. Про него у него своя история. Бывший радиоведущий. Короче, да. И говорит. Я вот это вот не признаю. Я считаю, говорит, что женщина создана по подобию Бога. Бог создал женщину по своему образу. Ведь, говорит, женщина же рожает детей. Это тоже похоже на состворение мира или человека. А вот мужчина создан по образу дьявола. Вот разные у меня бывали мужики такие. Ну, точно все какие-то как дьяволята. И говорит, вот это вот контакт мужчины и женщины. Это вот контакт вот на... Ну, что Бог и дьявол как-то стараются договориться между собой. Вот, ну, отношения между мужчиной и женщиной. Как будто Бог и дьявол как-то пытаются договориться, чтобы все было более-менее нормально. Вот так. Ну, какая-то, знаешь, полуфеминистическая с повесточкой у нее теория. Но фильм, на самом деле, 91-го года. Это старый фильм. «Король рыбак» называется. Посмотрите. Не буду его пересказывать. Кое-кому тут пересказывал чуть-чуть. Хороший фильм. Интересный. Вот мне что-то вспомните, пока смотрели. Просто тут тоже, знаешь, образы в клипе были вот этого женщины как света, но тоже с какими-то, да, искажениями. И вот этого какого-то сатаневшего человека. На вампира похож. Вот мне показалось, что это внутренние процессы, которые вот у певца... Возможно, возможно. Ну, скажу так. Попроще, чем предыдущий клип. Попроще. И в таком... Видно было, что в такой же стилистике хотели сделать именно клип. Да, ну, может, тот же человек делал. И мне кажется, это ошибка. На самом-то деле, мне кажется, это надо было как-то по-другому сделать. Вот. По песне я могу сказать, что предыдущая мне прям вообще понравилась. А вот это мне, знаешь, музыка не понравилась. Это более попсовая. Попсовая, да. А вот там прямо было интересно. Да, Егору сильно понравилось. Да. Но слова интересные. Слова стихи? Стихи хорошие. Хорошие и глубокие. И прямо, ну, видно, что это, как ты говоришь, писал зрелый человек. А, да. И я получил, конечно, от текста удовольствия. Но одна от музыки я бы, конечно... Аранжировка, извиняюсь, попсовая. То есть, как бы более рассчитана на широкую такую, может быть, публику. И мне вот вначале немножко, чуть-чуть резануло ухо. Это тоже надо не на ноуте слушать, а на нормальной акустике. Голос был как будто сзади музыки. Может, так и задумано было. Он смешивался с музыкой. А потом уже он, ну, распелся нормально. Пошло такое. Ну, хорошо. Нормально. Но первый клип, ну, который мы смотрели, «Бродящий король», ну, там, конечно, нет слов. Да. Для белорусского, да. Да, там все на уровне, да. И свой тоже стиль. Такого тоже, знаешь, похожего, сложно найти. Чтоб и клип такой был, и песня такая. А это еще и в Беларуси сделано. Просто замечательно. Там тоже какой-то эмби, знаешь, просто. Да, да. Такой, ну, да, dark немного. И вот я ожидал вот этой вот композиции, что-то в таком же стиле. Но, видимо, скорее у создателя, наверное, видение такое. Есть такие музыканты, я их знаю, которые постоянно экспериментируют. Это спорный момент, я могу сказать. Потому что мне кажется, что должна быть все-таки стилистика у группы или проекта. А смотри, ты тут немножко себе противоречишь. Ты же начал с того, что вот они сделали примерно в том же стиле, как и в прошлом. Но это была ошибка. Я имел в виду клип именно, то есть стилистика клипа. То есть стилистика клипа прямо как в том. Ну, наверное, тоже человек, видимо, делал режиссер. А именно вот сама композиция, да, вот она уже другая. То есть там был такой удар кемпинг немного. А, по песне, да. По песне, по песне, да. А вот по клипу... Ну, осознаваемые стихи, говорю, повторяемся, хорошие. Ну, мне показалось более попсовый звучок такой. Ну, и подача такая уже... Не то, что мы не говорим, что это, ну, типа как поп-музыка. Просто более, ну, такое сглаженное. Да, 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 сглаженные углы, да. А вот там прям был нерв. Да, там был нерв. Согласен. Так, смотрим следующую работу. Группа .K или .K. .K. Адреналия. С этим проектом я познакомился на концерте. Да. Вот, с которым мы ходили, кстати, с Настей. А, то ходили. Тогда, когда выступала... Это был в мае. Вот, ходили мы, получается, тогда выступали, опять же, всем знакомы с этой маленькой Идой и, соответственно, .K. Женя, привет. Вот, сам из Гродно, получается, хотя я там с ним некоторое интервью смотрел, он вообще там с деревья Ивья, потом переехал в Гродно. Интересный проект, на самом деле. Да, давай посмотрим. Все, давайте смотреть, а то так можно бесконечно говорить. Там потом скажешь. Так он, я его знаю, смотри, ты мне его показывал, ровный чувак. Игра со светом, прям, мое почтение. Супер, да. Локация, ну, такая классная локация, вот это вот вспыхивающее вовремя освещение там из окон. И чел этот, скажу так, он сам нерв. Он сам, как нерв такой. Ну, конечно же, я тебе тогда говорил, когда мы другую его работу смотрели, ну, под пиво, когда сидели вне эфира, Влад мне показал его клип. Ну, там клип был попроще. И он там на вышке какой-то там. А это, наверное, не как клип, а лайф-выступление. Ну, это, да, такое. Я уже тогда оценил. Это уникум. Не для каждого. Он и по игре на гитаре, по исполнению вокальному это самородок. И вот если ему развиваться дальше, ну, чем он, в общем-то, наверное, и занимается, можно громко заявить о себе. Но не отходя от этого, говорю, стиля врожденного, который вот он, то ли ему бог дал, то ли, ну, это скорее, да, это самородок. Но научиться так исполнять, играть, петь, это надо, ну, с этим родиться уже, с таким настроем, он ли человек сам, как нерв, просто. Вот. Да, да, очень достойно. Очень. Ну. Клип неплохой. Неплохой клип. Ну, такой вот по освещению, да, круто. Локация крутая. Песня, надо вслушаться, будет в стихи, потому что тут, ну, он специально с такими искажениями, такими, знаешь. Да, да, да. Ну, немножко под гранж, чуть-чуть, но это, конечно, не гранж, это не гранж. Круто, мне такое нравится. Что-то, что-то вот уникальность. Да. Уникальное. Но я тебе, Влад, по-моему, говорил, когда ты мне показывал там другую его работу, что это тоже музыка под... Ну, слушать такую музыку, это надо определённый проживать период в жизни, не очень простой. Ну, да. Такая музыка может поддержать. Ну, просто, вот, допустим, в нынешнем моём настроении, я бы такое слушать вообще не смог бы. Вообще, это круто, но это для определённого жизненного периода такого, вот, как я помню, Дельфина слушал долго в определённый период, это тоже подходит, вот. Это музыка какого-то периода. Да, есть такое, конечно, но, знаешь, возможно... Не на каждый день. Возможно, есть какие-то другие у него работы, то есть, которые могут и поменять это мнение, вот. Но, Женя, хотелось бы больше видеть те клипов, и я так и не понял, почему я нашёл эту работу не на твоём официальном канале. Но, тем не менее, это очень достойная тема. Продолжая развиваться, ждём с нетерпением новой работы. Присоединяюсь ко всему вышесказанному и ставлю сейчас лайк. Обязательно. Блин, как у меня вот... Расстраивает меня мой ноутбук? Или расстраивает движок Ютуба, не знаю. Вот, кстати, тоже по движкам сайтов, блин. Вот, просто пользуюсь случаем, пожалуюсь, коротко. Тамблер. Очень люблю тамблер. Давно пользуюсь тамблером. Картинки там смотрю и в паблик выкладываю оттуда. Ну, вот такая старая соцсеть с картинками. Всё отлично работало. Замечательно. Потом они переделали... То есть, внешне тамблер не поменялся, но видно, что они с движком поработали. Всё, теперь тормозит. Особенно на слабых компах. Что они сделали, непонятно. Ну, и, понимаешь, разные вот эти вот тормоза, это даже не от компа часто зависит. Это от того, что переделан движок под более там какие-то сильные машины. Вот. Ну, ладно. В общем, техническая часть иногда меня расстраивает и хочется про это поговорить. А я вот, если честно, никогда не пользовался тамблером. Ну, может, тебе это и не обязательно. Я просто... Мне тамблер... Для того я веду паблик ВК. Я уже сто раз говорил про него. Беру с тамблера в основном картинки. У меня там несколько каналов своих. Много у меня подписчиков, потому что я давно веду тамблер. Вот. Ну, это по картинкам. Кто любит картинки, но когда вот появился, раскрутился Пинтрест, который любит поколение Z, тамблер немного притух. Вот. Адоб Пинтрест... Ну, Пинтрест был и во времена тамблера, но он не так был раскручен. Он вообще плохо работал. Был тамблер. Вообще в один год, по-моему, в 15-м году тамблер была самая быстро растущая социальная сеть. Вот. Интересно. Вот, он у меня, видишь, в закладках даже на втором месте, вот, после ВК. Как будто у меня жизнь мимо прошла этого тамблера. Все. О, тамблер, пожалуйста. Ну, тут, блин, вот как раз... Блин, пусть будет открыто. Ну, извини. Я... Я не знаю, почему сразу такие картинки. У меня много, на что я подписан. Ну, ты сам видишь. Ну, блин, у меня тут такое открылось, что мне это хочется уже в паблик выкладывать кое-что. Видели бы вы, ребята, что мы тут смотрим? Ну, все эстетично, нормально. Ну, и, короче, вот, тамблер крутишь, смотришь. Разное. Вот. Короче, я откручу. Тут просто некоторые картинки мне... Ну, не это, а знаешь, какую? Вот эту бы я выложил. Вот эту, ну, тоже можно. Эту не надо. Ну, короче, ладно. Увлекся я. Ну, короче, ты понял, да, примерно? Ну, да. Так. Эта тема понятна. Смотрим дальше. Следующая у нас работа. Элфа. Или как правильно? Без понятия. Ну, ладно. Элфа ты захочешь. Официал мюзик-видео 23-го года этого. Смотрим. Понимаю, попса на какой, да? Элфа. Ты захочешь, девочка? И вот что найдет, такая. Дома. Еее. Давай. Как бы между строчек я прочту опять. Шлешь ты мне цветочки, хочется рыдать. Много-много точей, что не сосчитать. Что ж будет дальше? Здесь поставить твердую печать. О, как резко, да? Все мне рассказать. То ты знаешь точно, где меня искать. Я уже слова наперед знаю, потому что стихи простые. Уже и рифма, знаешь, складывается сама. Ну так, для разнообразия можно. Расслабиться. Расслабиться. Расслабиться, знаешь, да? Потому что дали у нас это. Серьезная заявка? Ну, потом оповести. Мне нравится музыка, сзади. Я такие синты люблю. Классно. Минималистично так? Да, да. Но тут же заметь, только идет перкуссия. Этот бум-бас. И она поет. Больше не только вот это. Музыки вообще нету практически. Ну да. Тут, ну, на вокал идет упор. Ну, вокал средний. Как-то скажем. Они простенькие. Подача интересная. Синт мне этот очень нравится. Хлопки такие, да, прикольные. Наверное, какая-то такая, знаешь, жизнерадостность какую-то. Ну да. Вот тебе еще на радио, да, очередная тема. Ну да, кстати, надо будет поставить. Ну, вокал такой, знаешь, приятный, я бы даже сказал. Ну, подача хорошая. Подача хорошая, да. Жизнерадостная. Да, да, да. Влад, мне делать аудиоподкаст, радиошоу свое? Да, обязательно. Ну, надо, мне просто тут он, Женя Искевич. Женя, привет, если смотришь. Это радиослушатель мой, ну, от работы. Поклонник нашей радиостанции. И он посмотрел тут выпуск, где я, ну, про Comtrous выпуск. Я там спрашивал, говорю, ребята, делать ли мне отдельное, как аудиоподкаст? Он мне написал, да, это хорошая идея, делай. Я об этом еще говорил с Никитой из Гомеля, ну, который музыкант, который к нам приедет. Большой спойлер. Да, мы постараемся, чтобы это случилось. Уже стараемся. Вот мы с ним про это говорили по телефону. Я такой, блин, думаю, так я же хочу аудиоподкаст, ну, с музыкой, разумеется, чтобы между моими разговорами, либо, ну, разговорами с кем-то, треки играли. А я же хотел выкладывать это на Spotify, на iTunes, там. А треки-то чужие. И он не будет принимать. И вот что делать? В ВК так, ну, зальешь, ладно. На YouTube тоже такое зайдет, в принципе. А на вот стриминговой площадке, там есть разделы, вот, Spotify, там, эти подкасты. Туда можно разместиться. Но песни. Надо подумать, что с этим делать. Просто разговорное шоу, это я не хотел бы. Мне надо поговорил песня, поговорил песня, вот такое. Ну, будем выяснять тогда. Ну, идея хорошая, я считаю. Да. Потому что многие говорят, что вас проще слушать, потому что многие не бывают, когда там на велике едут, на машине. Просто что-то включить, фоном слушать. Ну, надо дополнительно... А YouTube не дает фоном. Ну, что ж, рубрика «Белорусский металл» по заявкам товарищей. Вот, и поехали. Первый у нас идет Торф. Вот это новость. Торф-министрель. Торф, хорошее название. Так, и посмотрим. Металл, говоришь? Конечно. Ну-ка. Опа. Нифига себе. Да. О, домино, я люблю. Здесь мы играем в домино. Разъеб. Ну, вообще, знаешь, говорят, что металлюги разные, это веселые люди, позитивные. Конечно. Ну, вот так вот. Знаешь, даже там какие-то дезеры, они такие, на самом деле. Ну, и вот тут вот, понимаешь, мы это и лицезреем. Именно искренность вот этого металлевого угара такого. Да, да. Не в какую-то чернуху есть, а именно показать, какие мы веселые. Вот, там, Егор Летов, он, пожалуйста. Неожиданно. Мне это нравится. Кто-то слушает, блин, они звукачат с «Квартирника», потому что группа «Гомиска». Ну, я не знаю, в «Квартирнике» был не раз? Что-то, по-моему, на-то у Кости спросил. Спросил. Блин, ну, если то он вообще красава. Группа «Гомиска», да? Да. Ну, да. Слушай, по-моему, это он. Ну, спроси потом. Ну, мне вот эта вставочка нравится такая. Красиво. И прям человек тоже показывает, что может не только там, ну, экстремальным вокалом петь. А тут, слышь, даже с даблтреком идет, то есть, ну, ну, не даблтрек, а бэк идет экстрим на вот эту вот... Блин, вообще. Классная цена, конечно. О, давай, Робья Блова. О, красавчик вообще. О, вот это, вот так должен выглядеть металюга. Так должен выглядеть вообще любой мужчина желательно. Да. Блин, классный. Переход классный. Ну, веселый период. Ну, блин, классный вообще. Идея. Ну, я... Ну, может, да, говорит, но я к этому вообще, в принципе, серьезно не могу относиться. Трек мне зашел. Клип очень качественный. Круто. Видишь, смотри, как Локи, он меняется вообще. Это, ну, наверное, графика или что это. Ну, там вот, где горы, это графика, видимо. Ну, дорого. Клип, ну, дорогой. Но то, что в клипе происходит... Надо отдать должное лидеру группы за артистизм. Однозначно. Ну, ну, сюжет я не вникал, но происходит просто какой-то убгар происходит. Ну, я к этому серьезно вообще не могу относиться. Ну, здорово, здорово. Не, мне понравилось. Для металла... Да, да. Очень искренне для металла откровенно, знаешь. Да, да. Вот я говорю, вот эту вот натуру металлюги, просто показать, как она есть. Как она есть, да. Еще, знаешь, понравилось, что завод, что локации обустроили, что вот даже концовка, знаешь, что все равно он на заводе. Ставим лайк. Вообще понравилось. Да, ну, песня мне понравилась. Да, да. Хороший проект, надо будет ознакомиться поближе. Обязательно. Знич? Знич. Знич, я знаю, что такое знич. Знич. Это же старая лупа. Знич, мать, да, получается? Просто на английском написано. Зачем на английском? Опять вопросы, да? Ну, наверное, чтоб, как мы говорили, иностранная публика, чтоб привлекалась. Знич я знаю. Значительно дешевле, чем предыдущая работа. Тех, кто его знает сейчас, может. Понимаешь, ЗЧБ тоже часто хотят спрятать определенную некачественность. Ай, хрен его знает. Я тебе хотел на предыдущем клипе сказать. Я метал на русском и белорусском не воспринимаю. Ну, вообще, у меня сразу как какая-то шутка, как какой-то угар. Как, ну, пародия, как русская или белорусская пародия на металл. Ну, у меня вот такое. Не знаю, просто я с детства исключительно западный метал слушал. Ну, либо русский, но с английским вокалом. Может, просто от непривыкшейсти. Тогда от непривычки. Это мое личное просто мнение. Потому что у нас металл практически никто-то и не делает. Не делает. Но я тебе говорю, если бы я делал вот металл, экстремальный, я на английском, я на русском не смотрю, я на белорусском. Стонер мы сделаем на белорусском. Вот Стонер хорошо на белорусском бы звучал. Ну, такой, как поган металл такой немного. Да, получается, да. Такой, причем, выраженный поган такой. Ну, с вот этими. Тоже, заметь, в предыдущей работе там вот этот напев был такой резкий. Но там к фолку не имеет отношения, конечно. А здесь тоже напев вставочка, вот такой фолковый, облегчает. Но это группа не ценовая. Ну, это металл, конечно, но... Вот такой видишь, чего-то не хватает. Ну да, мне тут много чего не хватает. Ну, для меня, почему-то, говоря, это такой очень легкий. По-моему, может, из-за вот этого выраженного поган-мотива, ну, фолка вот такого, что он облегчает звучание. То есть ты такой слушаешь, что ты не совсем уже какую-то там лутую дичь слушаешь, а с какими-то вот такими, наверное. Не буди меня, Матин. Ну, я не знаю, мне показалась интересная работа. Вот я сейчас посмотрел, послушал. Ну, что-то в этом есть, конечно. Спасибо хоть за такое, потому что у нас металла, как Влас сказал, вообще практически нету. Мало у нас, кто метал делает. Сейчас поднимают голову. Это хорошо. Просто популяризации такой нету, как раньше. Да, ну, не так это модно, но все придет. Сейчас уже, говорю, и рок в моду возвращается, входит. Даже заметь, не сегодня, не вчера было. Разные даже рэперы, блин, начали в рок-обработках там петь. Ну, рок, ну, это, знаешь, я бы ему сказал, слушайте, рэперы, блядь, сидите в своем рэпе, не трогайте святое, знаешь. Пусть роком и леталом занимаются рокеры и металлисты. Ну, рано или поздно они же все равно, понимаешь, растут. А по мне так рэп, понимаешь, это, ну, если они растут, то они вырастают уже в нормальных певцов. В общем, мне, ну, не сильно понравилось, но лайк ставлю. За то, что вы есть вообще. Что у нас металл есть. Из них я знаю. Так. Возможно, знаешь, как-то с подачей, наверное, еще бы поработать, вот, то есть, как-то более, знаешь, попробовать это сделать более мелодичнее скорее, и тогда было бы вообще шикарно. Поэтому, ну, наверное, знаешь, мелодичности скорее не хватает. Вокал именно. Ну, я не знаю. Говорю, я когда, ну, вот эту русскую, белорусскую речь вот в таком стиле слышу, я, ну, у меня какой-то комплекс просто есть. Я это сразу воспринимаю как какое-то, ну, насмешку и пародию на нормальный металл. А для меня нормальный металл – это иностранный металл. Причем англоязычный. Ну, может, парни это исправят, поэтому посмотрите. Нет, так это просто тут дело вкуса. Вот. Это кому-то, ну, нравится. Кто-то там, неважно на каком языке металл. Ну, у меня обычно металл – это на английском. Все. Я даже, ну, на немецком мне как-то не сильно. Ну, говорю, рамштайн для меня, я это металлом не считаю. Это какой-то, ну, утяжеленный индустриал-рок. Такой, ну, утяжеленный. Ну, не знаю, ну, я такой, для меня металл – это действительно, типа, там, бегемота, вот, ну, и дэд тоже, ну, вот такое, делютое, вот. А все остальное – это… Ну, бегемот, да. Ну, не только бегемот, я же, ну, металл слушал. Даже вот, слушай. Бурзум. Ну, Бурзум, да. Там, там, я смотрел по щумопластинке Бурзум сейчас некоторые продают, там, по штуке баксов. Хорошо живет. Всякие, знаешь, там, Морби Дэнджел, хотя вот Влад другой мой, ну, друг, тоже Влад его зовут. Он говорит, ну, Морби Дэнджел уже попсовое звучание, там, кто там еще, Сайленсы разные. Ну, короче, я люблю такой, знаешь, суровый очень, если металл, суровый, чтобы на английском, там, Морали. Либо на японском, ну, это Дерангей. Ну, может, знаешь, как-то просто какой-то колорит будет привнесен со временем. Может, надо просто, чтобы развивалось, чтобы этого было больше, к этому привыкнуть надо. Поэтому, ребята, работайте. Да, желаем, да, развития дальнейшего. Да, мне было, например, интересно посмотреть, послушать. Ну, вот Владу, да, понравилось. Ну, я просто, ну... Ну, я бы не сказал, что прям понравилось, но мне прям приятно удивило, что у нас, в принципе, такое есть. Ну, здорово. Потому что я думаю, что у нас с металлом вообще все плохо. Оказывается, что... Ну, есть, видишь, уже второй клип металлевый посмотрели. Сейчас вот третий. Третий и последний на сегодня, сразу говорю. Это последний клип. Конечно. Эвтаназия, опять на английском. Откупление и тоже на английском. Притом, заметь, от выделено. Ой, концептуально сделано. Концептуально. Концептуально, очень, да. Как, знаешь, можно писать, но клоун Ада, клоун Ада, большими буквами. Тоже, если панк будем играть, можно назвать клоуна Ада и тоже концептуально так выделить. Писать клоун Ада, Ада большими буквами. Мы уже определились быт Еврооп. Еврооп, да, все, и точка. Вкусная и точка, и Еврооп, пиздец, блядь. Ладно, не будем сейчас про это, а то тут можно шуток напридумывать. Этот недавно Motorhead слушал. О, классика. Поподряд пару альбом. Леми там всякая пиздец. Ну, наверное, там тоже пластинки, как золото. Здесь подача. Мне надо, вот тут правильная подача. Да, назовись этот подач. Прям он так хорошо. Ну, серьезно, да, тогда. Это серьезная заявка. С нервом таким, да. На белорусском пою. Я бы их пригласил на какой-нибудь фестиваль. Мне очень интересно, как он овлайве звучит. Подумаю, надо. Дед Майка. Поклонник Чаха Шульдзинаера, наверное, тоже. Это вокалист мне Роб Хелф это напоминает чем-то. Не вокалом, а именно вот внешностью. Да. Ну, на его поздних этапах более. Да, 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 да. Когда он там лысый там. Интрижка. Соблазнительница его настигла. Подача общая. Просто 10. Ну, это близко к тому, что я хотел бы слышать от металла на белорусской сцене. Ну, вот, видишь, как очень многое зависит. Подача стилистин. Да, чувствую, что он и поработал над над подачей. Он ее искал. И на текстах видел. Да, я могу даже сказать, что он может дальше так продолжать. Ему там уже можно и сильно не развиваться. Потому что уже то, что надо. Интересно. Надо посмотреть, знаменитые ли они. Потому что, мне кажется, у них должен быть спрос. Ну, что касается клипа, тоже недешево. Нормально. И тут такой клип. Здесь ощущается, что редко бывает определенный почерк режиссера. Ну, ты понял? Да, да, да. Тут есть почерк. Он чувствуется. Слышь, какие-то сихи. Вот это вот напомнил мне, знаешь, это Skinny Puppies. Скидывал. Skinny Puppies, по-моему. А, что-то знакомое. Потом. Крэм. Чувак выглядит круто. Вообще. Круто поет. Шикарно. Мне вообще очень интересно, как это в живую звучит. Вообще. Я прям загорелся. Отлично двигается. Отлично выглядит. Да. Отличное исполнение. Все на очень высоком, таком западном даже уровне. Но, на самом деле, он на фоне... Ну, короче, вроде Basila там ничего еще. Он такой выглядит. Там барабанщик такой уже немножко попроще. Ну, это ничего не в обиду не подумайте. Просто над имиджем остальных музыкантов чуть-чуть можно еще поработать. Просто вы немножко... Там, ну, у вас очень вокалист крутой, а вы там чуть теряетесь. Ну, остальные тоже держат марку. Ставим крепкий лайк, ставим. Да, это очень хорошая тема. Это серьезно было. Вот такая вот рубрика «Белорусский металл», товарищи. По заявкам, по просьбам. Ну, что, никто, надеюсь, не остался в обиде, что они включили там рэп, там металл, там еще чем-нибудь, попсу не включили. Вот, пожалуйста. Рэпа было мало. Ну, у нас вообще, кстати, рэп не популярен. Ну, в последнее время. Я сейчас даже не знаю, что там популярно. Ну, я вот, например, вообще не вижу, чтобы они выступали. Хотя ты мне говоришь, что что-то там. Ну, эти там на Киме там выступают. Есть у нас тусовка, это рэп-дюдо. Читают. Ну, что-то такое есть. Да, просто, знаешь, рэп, такая музыка, ее слушать просто, кто такой любит, в наушниках там где-то. А так, ну, сходить на выступление, ну, что ты там увидишь? Когда ты идешь на рок, ты видишь там живой инструмент и все. Ну, вот. Может, энергетика как-то заряжается, кто его знает. Ну, вот так. Я бы никогда на рэп-концерт не пошел бы. Хоть какой-то рэп я люблю, котирую что-то. Есть такое, но я бы скорее на что-нибудь роковое пошел бы. Ну, вот в нынешний, в данный период жизни. Вопрос такой не слушаем. Ну, в целом, да. Вот такая вот подборка, друзья. Вот. Надеюсь, всем понравилось. Я считаю, подборка удачная, Влад. Тут я вот, знаешь, отследил, что ты так уже где-то, знаешь, исправил ошибки, которые ты, ну, на самом деле, там, вот первый раз, ну, допускал, когда собирал. Ну, когда вообще не смотрели, да. Да. Второй раз я тебе сказал побольше уже хороших работ, но мне, по-моему, говорил, музыка больше понравилась в первом выпуске. Тут я скажу следующее. Все клипы, это клипы, действительно. Тут нету никакой щепухи. В принципе, все недешевые. Ну, либо, знаешь, может быть, с бюджетом небольшим, но ровными руками сделано, что тоже очень важно. Да. Понимаешь? Клипы на уровне. Клипы на уровне. И песни, ну, на самом деле, точно я буду переслушивать песню вот этой прекрасной девушки, ну, в осеннем парке. Союз. Союз. Потом мини-маркет я хочу переслушать. Из металла, ну, вот эту вот последнюю переслушаю тоже. Ну, короче, кое-что мне запомнилось. И вот когда буду монтировать выпуск, конечно же, переслушаю, что-то себе помещу. Вот. Мне понравилось. Я думаю, хорошо мы сегодня провели время, хорошо пореагировали, и нету никакого тут третьего лишнего. Профессионально вдвоем обсудили, посмотрели, как, в общем-то, и планировали. Да, мне очень понравилось, знаешь, то, что может как-то полезно какую-то паузу выдерживать, посмотреть, что кто-то что-то еще выпустит. Ну, я могу сказать, что я не знаю, связано это или нет, но видно, какое-то развитие даже. Что-то, да, намечается. Да, да, да. Клипы делаю сейчас, прям, интересно смотреть многие. Вот. Ну, я прям получил действительно удовольствие. Песня. Ну, пленная воля тоже надо переслушать эту песню. На нормальной акустике, либо в наушниках. Ну, круто. Ну, как бы, мы говорили более попсово, но на уровне тоже. Что-то переслушаем, что-то порекомендуем своим друзьям, сделаем вам рекламу. Поэтому, ребята, ну, кто сегодня, так сказать, заочно принимал участие в нашем шоу сегодня, вы тоже можете этот выпуск показать своим друзьям, куда-нибудь выложить в свой там паблик, в сториз. Нам будет тоже очень приятно, и вы таким образом, так же, как мы, способствуем раскрутке вашей музыки. Хоть где-то мы там, ну, можем покритиковать, уж извините. Ну, способствуем. Вы тоже можете таким образом поспособствовать. И знаете, это как сарафанное радио, как такой, знаешь, крутящийся шар будет набирать какие-то обороты, будет привлекать внимание слушателей к вашей музыке, к нашим тот проектам, всяким разборам вот этого белорусского материала. Ну, предлагайте. Я думаю, мы еще там со многими спишемся после релиза нового выпуска ЛМК. Спишемся, посмотрим новые клипы. Выпускайте хорошую музыку. Клипы обязательно заценим. Дадим какую-то свою оценку, неэкспертную, подчеркиваю, опять же. Вот. И что еще могу сказать? Помните, что не берем песни на иностранных языках, чисто принципиально. Потому что нам интересно, что делают для наших людей. Вот. Именно на русском, белорусском. И интересно также наблюдать, как у нас, в принципе, индустрия развивается. Вот. И желаю всем удачи. Не берите какую-то критику на свой счет. Надеюсь, она просто подстегнет, если она и была, у вас развиваться и радовать нас новыми своими творениями. Ну да, и не забывайте, что все это вкусовщина. Никакого тут экспертного мнения. Мы просто на свой вкус реагируем. Вот и все. Ну что, друзья, надеюсь, вам сегодня было с нами весело, интересно. Помимо клипов мы так о чем-то поговорили. По-моему, прикольно сегодня получился у нас вечер. Прикольно провели время. С пользой где-то даже. Спасибо вам большое, ребята, что посмотрели. По анонсам. Все-таки скоро, я думаю, откроем под рубрику. Тут у нас зародилась одна идея. Поговорить на одну тему, которую вот и мне очень интересно, и нашим гостям, которые мы хотим пригласить. Но эта тема будет уже не музыкальная. Поэтому, наконец-таки, откроем под рубрику. И там с новыми будут, так сказать, нововведениями эфирными, которые, я надеюсь, вы тоже, друзья, оцените. По пластинкам. Кое-что заказано. Жду. Ну, я думаю, минимум две недели нужно будет ждать. Анбоксинг, который я сам уже проведу. В таком стиле, ну, привычном для меня лампган. Так что, ребята, увидимся уже совсем скоро. Желаем вам традиционно доброго дня. Доброго вечера. Ну, а если смотрите перед сном, желаю вам сладких, летних, приятных снов. С мыслями о том, что музыки отечественной крутой будет становиться все больше. Что концертов будет все больше. А мы, да, мы поспособствуем этому, как сможем. Вот. Всего вам, ребята, доброго. И до новых встреч в нашей программе Лампган. Пока. Слушайте белорусскую музыку. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok